В эфире тележурнал «Вид сверху» выпуск 34. В Единой Лиге ОТБ стартовала финальная серия, а мы продолжаем фиксировать главное. И в ближайшие полчаса решающий матч полуфинала в Казани. Нену Дмитриевич и его первый раз. И сенсация в Москве. Прямо сейчас. К седьмому матчу серии между ЦСКА и ЛОКО в Мегаспорт приехал кубок, выигранный армейцами. Правда, в хоккее. КХЛ все тоже решилось лишь в семи матчах. Вот только баскетбольному ЦСКА до кубка нужно было еще преодолеть стадию полуфинала. И армейцы делали все, чтобы продолжать борьбу за кубок Белова. После равного начала хозяева стали забирать инициативу. Алексей Швед проводил очередной шикарный матч. 22 очка и 13 передач. Николай Мелутинов выходил уже не на несколько минут, а провел на паркете большую часть встречи. И преимущество плюс 9 за 7 минут до конца основного времени вселяли оптимизм. Но вот дальше все пошло не по плану команды Эмила Райковича. Я поздравляю Локо с выходом в финал. К сожалению, все главные проблемы этого сезона настигли нас в ключевой момент. Травмы Алексея Шведа и Николая Мелутинова не позволили нам подойти в оптимальной форме к матчам этой серии. 7 матчей отобрали огромное количество сил. Игроки Локомотива показали, что они были готовы лучше физически. После победы в Краснодаре все было в наших руках. Мы промазали слишком много штрафных бросков. В этом компоненте мы точно должны быть лучше. Конечно, можно сказать, что это происходило из-за давления и важности встречи. Но мы профессионалы и должны справляться с такими вещами. Сделать этого нам не удалось. Конечно, все мы разочарованы. Весь сезон мы играли в отличный баскетбол. Были на первом месте, но в концовке случился плохой период, не позволивший добиться большего. Эта серия дала уже столько сценариев, что любая концовка выглядела бы органично. Локомотив Кубань в очередной раз смог отыграться. Более того, краснодарцы могли решить все вопросы еще в основное время. Но несколько потерь позволили ЦСКА сравнять счет. Овертайм в седьмом матче. Что может быть лучше? Главным действующим лицом дополнительной пятиминутки стал Александр Щербенев. Обыгрывать ЦСКА – точно его суперсила. 9 из 18 очков лока в овертайме на счету разыгрывающего. Москвичи не хотели верить в поражение до последнего. Даллас Мур под сирену забил треху, но лишь установил финальный счет. Локомотив Кубань трижды за серию побеждает ЦСКА в Москве и оставляет армейцев без финала. Впервые за 20 лет. Мы счастливы выиграть серию. У ЦСКА отличные игроки. Сегодня наши парни показали страсть. Мы выходили на игру, чтобы продемонстрировать, что поражение в Краснодаре было недоразумением. И что мы можем выглядеть лучше. Конечно, не обошлось и без доли везения, но теперь мы добились исторического результата для клуба. Я видел множество игроков в своей карьере, тренировал очень хороших баскетболистов, но отдельно я хочу сказать об Алексее Шведе. То, что он делает на паркете, просто невероятно. Он пропустил два месяца, но вышел на эту серию и показал, насколько он великолепен. На следующий день после игры Алексей Швед попал в больницу с тяжелыми травмами, которые он получил после нападения в центре Москвы. Тележурнал «Вид сверху» выражает Алексею свою поддержку и желает скорейшего возвращения на паркет. Во второй полуфинальной серии есть одна простая закономерность. Команда выигрывает исключительно домашние матчи. Решающая встреча проходила на паркете Уникса, а потому казанские болельщики были уверены в победе своей команды. Мы будем болеть за Униксу. А я болею за красивую игру. За лучшую игру с мячом – это баскетбол. Честно говоря, я субъективен, поэтому я, естественно, желаю победы Униксу. Сома и стены помогают. Мы думаем, да, что площадка, своя площадка и такое количество болельщиков командам помогает однозначно. Я на прошлом матче сидела среди болельщиков Уникса и поддерживала Зенит. Ты Уникс! При такой поддержке Уникс не имел шанса оступиться, хотя ход встречи не всегда устраивал Велимира Перасовича. Игра шла как на качелях, команды обменивались выигранными четвертями, а заключительная 10-минутка начиналась при плюс 3 в пользу Зенита. В составе петербуржцев, как всегда, выделялся Томас Эртель. 23 очка, 11 передач и максимальное хладнокровие в концовке. Но даже волшебства француза оказалось недостаточным. Мы проиграли матч, который было невозможно проиграть. До сих пор не могу поверить, что все закончилось именно так. Владение за 5 секунд до сирены при ничейном счете. Кажется, что в такой ситуации может быть только две опции. Ты или выигрываешь, или уходишь в овертайм. Но у меня нет слов о том, что произошло дальше. В любом случае, спасибо команде за борьбу. К сожалению, по ходу серии мы потеряли двух важных игроков – Трея Томкинса и Сергея Красева. Мы были ограничены, но боролись и имели все возможности для победы. Последние минуты седьмого матча стали украшением всего сезона. Невероятная перестрелка Дмитриевича Эртеля. Ненат Дмитриевич за четверть набрал 18 очков. Томас Эртель показал мастер-класс удачливого хладнокровия. Все уже готовились к овертайму, но «Зенит» был близок к победе. Заступ Андрея Зубкова испортил концовку сине-бело-голубым. «Уникс» успел организовать атаку и лишить баскетбольный мир еще одного овертайма. «Уникс» шагает в финал, а в единой лиге ВТБ будет новый чемпион. Невероятно. Моей серии не было, еще семь матчей, чтобы в флопе. Поэтому, да, это самая тяжелая моральная и физическая серия. У меня нет слов, это лучший момент в моей жизни. Эти люди дали мне возможность снова получать удовольствие от баскетбола, когда я уже почти сдался. Это «Уникс». «Уникс», чувак. Верх эмоций показывают, что наши болельщики – это сила. И благодаря им, собственно, такой энергетический подъем был в конце. И за паут все кричали, все защищались. Ну, естественно, наши ребята старались как могли. И, слава богу, победили этот невероятный матч. Так что, секс, победа, потрясающая игра. Мы будем чемпионами. Четырех матчей. Я не знаю, сколько матчей, но мы будем чемпионами. Спасибо всем тем, кто болел за нас. Так что, смотрите баскетбол и болейте за «Уникс». Андрей Воронцевич. Ненат Димитриевич – главный герой «Уникс» этой весной. За полуфинальную серию «Македонец» обновил все свои рекорды и вышел в финал. Это его первый сезон в Единой Лиге ВТБ. Всем привет! Это Ненат Димитриевич из «Уникса», и это мой первый раз. Мой первый день в Казани был очень загруженным. Помню, я прилетел утром после ночной пересадки в Стамбуле. Поспал в отеле, в аэропорту, и первым утренним рейсом прилетел в «Уникс». То есть в Казань. Потом было много дел. Я поехал на арену поздороваться с командой, познакомиться с работниками клуба и всеми остальными. Потом я поехал на поиски квартиры. Выбирал квартиру, нужно было купить туда множество вещей. Так что, если честно, очень устал. Но мне понравилось. Познакомился со всеми в первый день. Нашел хорошую квартиру, поужинал с Альбертом, который отвечает за все эти вещи. Так что да, был очень хороший день. Свидание. Я не помню, это было очень давно. Правда. Наверное, в Бадалоне, в Испании. 17, наверное. Свидание — это же как минимум ужин, правильно? Посидеть на скамейке не считается. Свидание — это хороший ужин. Тогда да, наверное, лет в 17-18. Я был застенчивым парнем в то время. Хороший ужин в ресторане в Барселоне, пара напитков — и все. Был в той же одежде, какую обычно ношу. Джинсы, белая футболка — все обычное. В то время я не пытался произвести впечатление. Просто был собой. Для меня Барселона была новым городом. Да, я жил там с 14 лет, но до тех пор, пока я не добрался до первой команды в Ховентуде, моя жизнь состояла из учебы и баскетбола. А остальное времени не было. А ресторан, кто-то мне его порекомендовал. Это отличное место, чтобы привезти девушку. Не помню самое первое сообщение, но помню, что их было много, и они были примерно одинаковые. Привет, ты симпатичный, хорошо сыграл, и какие-нибудь эмоции с сердечками. Первые сообщения, наверное, появились, когда я заиграл за первую команду в Ховентуде, когда меня стали узнавать. Наверное, Саша Джорджевич, сборная Югославии. Помню, у меня был его постер в 4 или 5 лет. И Майке его, и Предра Гостояковича. Майка сборной с номером 8, до сих пор помню. А в НБА все началось с Алина Айверсона. Футбольные майки? Ого, их у меня, наверное, тонна. Только Челси. А, еще Зенит. Да, летом мы с друзьями хотели купить футбольные майки и поехать в них на пляж. Это были мои последние дни в Барселоне перед вылетом домой. Я зашел в магазин, там была распродажа. Тогда я набрал для друзей майки разных клубов. Зенит, Атлетика Мадрид, Барселона. И потом раздарил их. Но Атлетика Мадрид у меня тоже есть. Это была моя любимая команда в Испании. Майка с фамилией Диего Косте. А еще мне нравятся цвета. Но футболок Челси у меня, наверное, штук 20. Каждый год покупал новые. Как я и сказал, первыми были Джорджевич и Стоякович. Но тогда я был ребенком. Ален Айверсон был моей первой любимой звездой НБА. Потом в лигу пришел Леброн. Папа привез мне из штатов его кроссовки. Я следил за ним все эти годы. Когда он играл в финалах за Майами и Кливленд, я просто сходил с ума. Сейчас все иначе. Я вырос, не слежу так сильно за НБА, предпочитаю Евролигу. Но в НБА моим самым большим кумиром был Леброн. А в Европе Милош Теодосич, наверное. Ветен Гоя. Драгба, Моуриньо. О Челси тоже много говорили с отцом. Вот новый владелец, русский бизнесмен, купил клуб, будет вкладывать деньги, подпишет нового интересного тренера, Жозе Моуриньо. И потом я посмотрел матч и увидел Драгба, Лэмпорда, Терри. Влюбился в них. И болею за эту команду с сезона 2004-2005. Мне тогда было 6-7 лет. Влюбился моментально. У моей тети есть собака. Когда я приезжаю в гости, бывает весело поиграть. Но это веселье длится полчаса. Но мне не хочется, чтобы собака жила у меня дома, спала в моей кровати. Это ответственность. Я не тот тип человека. Скажем так, я не люблю животных настолько, чтобы многим жертвовать. Мне нравятся собаки, но мне пока не стоит их заводить. Может позже, когда я стану старше, когда у меня будут дети, большая семья, большой дом. Может быть. Если дети захотят. Но для меня нет. Играть на приставке. А еще я много играл в футбол. Не знаю, считается ли это за хобби. Нет, я уже не про компьютерную игру. В настоящий футбол с друзьями. После школы каждый день играл. Каждый день. Я обожал это дело. Но лучше у меня получалось в баскетболе. Поэтому остался в нем. Один раз я хотел пойти в футбольную секцию, но отец сказал нет. Баскетбольная семья. Плюс, скажем, я был слишком талантлив в баскетболе, чтобы его бросить. Но в футболе я еще коллекционировал альбомы с наклейками. Их у меня было много. В остальном, да, приставка с друзьями. Помню, мы часто ездили в Хорватию, когда я был маленьким. Родители брали меня и сестру. Было много поездок в Грецию. Наверное, 4 года подряд там были. Одно место называется Сартия. Потрясающее, очень умиротворенное. Снимаешь там квартиру на берегу, и от двери до моря тебе идти 30 секунд. Куда мы приезжали с семьей в отпуск дней на 10. Еще мы были в Златеборе, в сербских горах. Там же я начал заниматься баскетболом. Там есть известный спортивный лагерь. Мы ездили отдыхать, но еще я тренировался. Вспоминаю те времена. В Испанию. Это уже был не отпуск, я просто поехал в другую страну играть в баскетбол. Мне было 14 лет. И я поехал один. Да, первый год был невероятно сложным. У меня никого не было. Я не разговаривал по-испански, никого в команде не знал. Родители, сестра, друзья, все были далеко. Со мной рядом никого не было. Но в первый год я жил со вторым тренером, который стал моим наставником. Он и его подруга очень мне помогли. Клуб хотел, чтобы я жил в семейной обстановке. Они сильно помогли. Родители приезжали и уезжали, но было тяжело, конечно. В 14 лет, в другой стране. Зато я быстро выучил язык. Сначала каталанский, потом испанский. Каталанский я говорю лучше, чем по-испански. На обоих говорю неплохо, но первым языком был каталанский. Потому что в школе все было на каталанском. Сотрудники клуба и игроки тоже говорили по-каталански. Меня зовут Нена, это был мой первый раз. Надеюсь, вам понравилось. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Давай, Слава! Хорошо! Оу! Оу! Финальная серия. Она же дерби баскет-холлов стартовала в Казани. Глядя на игру команд, сложно было сказать, что каждая из них провела тяжелейшие семиматчевые полуфиналы. К большому перерыву краснодарцы немного трвались от Уникса, но уже на старте второй половины хозяева сравняли счет и даже вышли вперед. Правда, на этом успехи казанцев завершились. Да, мы знали, что по статистике «Локомотив» выигрывает на выезде. Но, мне кажется, от этого не зависит. Здесь зависит от того, как команда играет в том или ином матче. Полуфиналы были очень плотные. Семь матчей, я думаю, устало сейчас на первом месте. Нам нужно то же самое. Успеть через день уже быть готовыми к новому матчу. И, опять же, это будет плотная игра. Рывок 13-2 вернул гостям преимущество. А в заключительной четверти команду Александра Секулича было уже не остановить. Звание самого полезного игрока встречи уходит Крису Хортону за дабл-дабл. 11 очков и 12 подборов при 26 баллах эффективности. «Локомотив» Кубань открывает счет серии и отбирает преимущество площадки Уникса. А мы фиксируем аномальные показатели российских игроков-финалистов. У Уникса лишь Георгий Жбанов набрал 2 очка. А у Лока 6 россиян общими усилиями принесли команде 40 очков. Равная игра, конечно. Там все в деталях, в концовке чуть-чуть. Удачливее мы были, но это не значит, что в следующем матче будет так же. Нам нужно быть готовым к любому сценарию. По защите «Локомотив» все 40 минут прессинговал нас. Что мы, собственно, не делали. Старались, конечно, какими-то отрезками. Но надо так же играть все 40 минут от лицевой до лицевой. Это настоящий баскетбол, настоящий финал. В первую очередь все играют на пределе возможностей. Много деталей, нюансов и атлетизма. Сложный матч. Я не знаю, что случилось с Униксом в концовке. Но мы старались играть в командную защиту. Довели план до конца, и это привело к победе. Стараюсь думать только о следующей игре. Эмоции довольно-таки спокойные, потому что понимаешь, что впереди еще три надо выиграть игры. И сейчас эти эмоции нельзя расплескивать просто так. Команда и Уникс и Локомотив выиграли свои тяжелейшие серии. И попали в финалы. Конечно же, это сказывается сейчас. Мы видим, что накопилась определенная усталость. И та команда, которая быстрее смогла восстановиться, в нашем случае Локомотив, она выглядит как-то посвежее. Но финальная серия только начинается. И, мне кажется, еще самое интересное нас ждет впереди. Велимир Пирасович внес изменения в стартовую пятерку, сразу пустил в бой Маркуса Найта и лучшего запасного сезона Джалина Рейнольдса. Поменялся рисунок игры. При полных трибунах Уникс перешел на двухочковый баскетбол и преуспел в этом. Лишь три точные попытки издали за матч и повышенный трафик в краске. Четверть очков за матч Уникс набрал с линии штрафных. Локомотив не сильно уступал по стилю и даже врывался вперед, создавая двузначное преимущество в счете. У хозяев просто не должно было остаться сил на финальный рывок. Опять узкая ротация и лишь одно набранное очко у российских игроков Уникса на всех. Аномальные цифры продолжали удивлять специалистов. Джалин Рейнольдс повторил рекорд сезона 7 перехватов и 17 командных тоже повторение рекорда сезона. Тот самый случай, когда защита выигрывает большие матчи. И Джалин Рейнольдс, ставший героем последних минут, на этот раз на концовку сил не хватило уже у железнодорожников. Но даже в неудачный вечер у команды Александра Секулича были шансы на победу. Но все попытки спастись натыкались на защиту Уникса. С поддержкой болельщиков у нас все получилось. И вы слышали, какой был шум, гул. В конце уже зрители все стояли, болели так, что просто свистка судейского не было слышно. Но, собственно, с такой поддержкой наши ребята почувствовали такой заряд эмоций. Серия еще не закончилась. Теперь 1-1, но все начинается сначала. Теперь мы играем уже серию до трех побед. 0-0 и мы идем к своей цели. 1-1 в серии и команды переезжают в Краснодар. На календаре уже середина мая, но баскетбольные смешные все еще не торопятся в отпуск. Зачем нам куда-то ехать, когда в Единой лиге ВТБ такая жара? А вот кто уже в отпуске, так это игроки МБА. Но даже на закрытии сезона парни не переставали зажигать. Что общего между Василием Карасевым и бабушками во дворе? Орут на молодежь со скамейки. Никола Мелутинов не ищет легких очков и порой смахивает с кольца даже мячей партнеров. Главный ветеран «Зенита» Виталий Фридзон может сделать пас даже ногой. Но вот только соперники не всегда могут это оценить. У капитана ЦСКА Никита Курбанова тоже бывают неудачные моменты. И да, он тоже может промахиваться из-под самого кольца. Георгий Жбанов – самый жесткий баскетболист лиги прямо сейчас. Не верите? Спросите у игроков ЛОКа. 24 секунды на атаку порой слишком мало, чтобы быстро понять партнера по команде. Такие моменты приводят в ярость тренеров и автоматически попадают в нашу подборку. Даллас Мур, Вячеслав Зайцев, Андриан Моурман и Андрей Зубков. Добро пожаловать. Баскетбольные и смешные выясняли причину поражения Уникса в первом матче финала. Просто казанцы слишком сильные. Марка Снайт и Джалин Рейнольдс буквально забрасывали мячи на трибуны. А игроки «Зенита» хоть и промахивались из-под кольца о выгодных ситуациях, все равно уезжают из Москвы с преимуществом своей площадки. Но Ройса Хэма и Сергея Торопова мы не можем обделить вниманием. Но главный герой Лиги ВТБ на данную минуту Джалин Рейнольдс. Он борется, бросает мячом в соперника, падает за рекламный щит. И для победы даже готов быть частью группы поддержки. И на этом все. Встретимся через неделю. Баскетбольные и смешные смотрят решающие матчи и просят не забывать. Баскетбол – самая веселая игра с мячом на планете Земля. И заканчиваем по традиции лучшими моментами решающих матчей. Поехали. Александр Чербенев и его суперсила в действии, разыгрывающий Лока один в один разбирается с Дэном Дэвидоватсом и забивает сверхважную треху в овертайме. Андрей Мартюк знает толк в эффектных блокшотах и не признает авторитетов. Идеальные действия в защите от лучшего молодого игрока единой лиги ВТБ – Локомотив Кубань. У Нена Дадимитреевича стальные нервы. За пять секунд до конца четвертой четверти Македонский разыгрывающе взял игру на себя и хладнокровно сравнял счет. Что было дальше, вы знаете. И еще один шедевр от краснодарцев. Какой хит-парад без Олеупа? Дэвон Акун Персел находит пасом Криса Хортона, а тот колотит сверху. Постер заказывали. Джалин Рейнольдс на пути к финалу не замечал соперников. Калеб Холмсли подтвердит наши слова. Вершина нашего хит-парада – Уникс, Казань. И на этом все. Встретимся ровно через неделю. И не забывайте, баскетбол – лучшая игра с мячом на планете Земля. И не забывайте, баскетбол.